Mercedes-Benz может быть третьим крупным автопроизводителем после Renault и Nissan, покинувшим Россию. Если другие бренды приостанавливают деятельность, то здесь речь идет именно об уходе. Хотя официальное сообщение выдержано в будущем времени. Намерен уйти, поскольку сделка еще не завершена и должна быть одобрена регулирующими органами. По плану, Mercedes продаст свои доли в российских дочках, а это дистрибутор Mercedes-Benz Rus, коптивный банк, лизинговая фирма и сборочный завод Московской области, дилерской компанией Автодом. Причины понятны. Санкции запрещают поставлять в Россию машины из Евросоюза дороже 50 тысяч евро, а из США вообще любые автомобили. Наладить поставки компонентов на завод в Есипове тоже нереально. Открытое в 2019 году предприятие варит и красит кузова, но в остальном локализация машин низкая. Зато завод компактный, мощностью до 30 тысяч автомобилей в год, лишенный даже конвейера. По цеху кузова возят на тележках. А обилие ручного труда позволяет относительно легко переориентироваться. Новый владелец площадки компании Автодом пока не называет партнера, но понятно, что это будет китайская компания. Межведомственная комиссия правительства России подтвердила. Специальный инвестиционный контракт, ранее подписанный с фирмой Исузу Солерс, расторгнут. Это значит, что стороны останавливают проект и отказываются от льгот. Как нетрудно догадаться, Исузу Солерс — это совместное предприятие Исузу и Солерса, которое основали три года назад, чтобы в 2021 году выпустить грузовичок УАЗ-Сити, фактически Исузу младшей N-серии, но с битопливным двигателем заволжского моторного завода. Однако УАЗ-Сити остался на бумаге. Не было собрано ни единого, даже тестового экземпляра. А значит, СПИК потерял актуальность еще в прошлом году. Что касается самого российского отделения Исузу РУС, то его главным активом остается завод, расположенный фактически на территории УАЗа и выпускавший японские грузовики. Это был успешный бизнес. По итогам прошлого года предприятие собрало 3700 автомобилей при годовой мощности на уровне 5000. В марте конвейер остановился из-за пресловутого разрыва логистических цепочек. Возобновить поставки компонентов сейчас, видимо, не представляется возможным, как и наладить поставки грузовиков из Японии.